Что касается приоритета международного права, как юрист, я скажу, конечно же, существуют позиции в Конституции, в других нормах права, в кодексах, законах и так далее, которые говорят о приоритете международных норм права. Но я абсолютно согласен с той концепцией, которая, по всей видимости, исходит от руководства нашей страны, чтобы не было такой подмены понятий и двойных стандартов, что вот вы, ребята, давайте действуйте, работайте по правилам, а мы вас будем долбить по своим правилам. Я считаю, что правила должны быть одинаковы для всех, потому что анализируя какие-то решения, многие, скажу даже, решения европейского суда, других международных институтов правовых, они больше носят политическую подоплеку, нежели юридическую. Там, где можно ущипнуть Россию, это обязательно происходит. Это ситуации с ЮКОСом и более мелкие, вот эти истории, где начинают, выражаясь по-русски, долбить наши государства, говорят, а вы, ребята, давайте по правилам играйте. Нет, либо играют по правилам все в хоккее, либо если кто-то один доздал бейсбольную биту, то вторая сторона тоже может взять автомат Калашникова, и давайте тогда уже по другим играть правилам. Это я говорю не как юрист, я говорю как, наверное, мужчина. И мне здесь политика нашего государства, она мне симпатична, что не надо из нас делать тоже идиотов и дураков. Поэтому, если правила мировые меняются, и если кому-то позволительно где-то на что-то закрывать глаза, это и аресты россиян в различных странах, американскими спецслужбами, не на территории Америки, а вообще вот в других странах, тоже ведь все, что делается, многое, что делается с Соединенными Штатами, понятно, что движения-то оттуда идут. Так вот, многое, что делается с Соединенными Штатами за пределами своей страны, противоречит в том числе международным нормам и соглашениям. Поэтому, если правила игры меняются, если Шулер играет с кем-то в карту, он должен быть готов, что его оппонент тоже будет нарушать правила. В этом смысле я разделяю те какие-то движения, которые происходят у нас. Как юрист, конечно, нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!